Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. Сегодня в борьбу за звание эксперта по детской безопасности вступает пятая команда. Но прежде чем пригласить наших сегодняшних героев, я хочу рассказать, как справились с заданием первые четыре команды участников. Итак, открыли соревнования Варвара и Ярослав. Они отлично отвечали на все вопросы, прошли тест и отгадали загадку. В итоге в их копилке оказалось 7 баллов, и это очень неплохой результат. Через неделю героями страны безопасности стали Алена и Иван. Они показали себя по-настоящему достойными соперниками и сумели поднять заданную планку. Их результат – 9 баллов. Третьими в борьбу вступили Арина и Арсений. Они оказались посередине и набрали почетные 8 баллов. Четвертая команда в составе – Наталья и Максима – смогли набрать 9 баллов. Посмотрим, чем сегодня закончится игра для наших новых участников. Ну а сейчас самое время представить наших сегодняшних героев. Это Алиса и Владислав. Ребята, привет! Здравствуйте! Вы последняя пятая команда, которая в этом сезоне будет бороться за звание экспертов по детской безопасности. Как выступили ваши соперники, вы уже знаете. Кроме того, вам крупно повезло. Правила соревнований вам уже известны из наших предыдущих программ. Но специально для наших маленьких телезрителей я их повторю. Итак, всем командам надо будет пройти через 4 опасные зоны. И по результатам всех испытаний, те команды, которые набрали больше всего баллов, выходят сначала в полуфинал, а потом и в финал. Если все понятно, то можно начинать. Но сначала я хочу, чтобы вы немного рассказали о себе. Мне 7 лет. Я играю на аккордеоне, рисую и плаваю. В каком классе ты учишься? Я учусь в первом Д-классе. Я увлекаюсь футболом. Часто я выхожу на улицу и играю в мяч. Я часто играю в компьютерные игры для ума, всякие головоломки. А еще я хочу получить Нобелевскую премию. Поэтому я больше хочу знать физику, химию и биологию. Молодец какой. Ну вот сейчас точно можно начинать первое из трех сегодняшних испытаний. Но надо сначала выбрать тему. Итак, внимание на экран. Итак, тема номер один – это полезные опасные вещи. Вторая тема – экстренные ситуации. Третья тема – опасные места для игр. И последняя тема – опасность на природе. Давайте выбирать. Так, я хочу больше всего вторую – экстренные ситуации. Мне тоже нравится. Это интересная тема. Давай ее выбери. Я тоже так считаю. Мы выбираем вторую тему – экстренные ситуации. Ребята, вы выбрали категорию «Экстренная ситуация». Это пожары, наводнения, стихийные бедствия, опасность при пользовании газов и любыми другими взрывоопасными и пожароопасными материалами. А как вы думаете, какие три основные правила при возникновении такой ситуации? Если что-то произошло, нужно вызвать спасателей по номерам 101 или 112. Со службами мы уже разобрались, что в случае, если что-то случилось, мы вызываем спасателей. По номерам 101 либо 112. А кому мы еще можем? Вот тебе 6 лет, Алиса. Кому ты наберешь, если у тебя что-то случилось? Или ты увидела, что что-то опасное происходит рядом? Нужно сказать родителям. Молодцы, ребята. Правильно вы ответили на мой вопрос. Конечно же, нужно в первую очередь сообщить взрослым о том, что произошла неприятность. Также можно сообщить спасателям по номерам телефонов 101 либо 112. И, конечно же, не паниковать и отойти на безопасное расстояние. И вы за правильный ответ получаете свой бонусный первый балл. Я вас поздравляю. Молодцы. Ура! Ребята, для возникновения экстренной ситуации не обязательно какие-то особенные условия. Такая ситуация может возникнуть в любом месте, дома или во дворе. Сейчас именно об этом мы и посмотрим мультфильм. Будьте внимательны. Там есть ответы на все мои вопросы. Так что запоминайте. Ребята, я устал. Сейчас что-нибудь придумаем. О, смотрите, впереди изгуска. Наверняка там можно остановиться и передохнуть. Добро пожаловать в мою агроусадьбу «Усталый путник». А покушать у вас что-нибудь есть? Я голодный, как волк. Конечно! Сейчас я вас угощу своим фирменным пирогом. Только печь нужно разжечь. Обожаю пироги. Друзья, внимание! Перед топочной дверкой печи должен обязательно лежать металлический лист. Для того, чтобы если выпадут угольки, не произошел пожар. Уважаемые, вы сто не слышали, что вам сказала волсебная книга? Я бы на вас вместе призадумался. Чего это угли будут выпадать? Ваша книга в интернете вирус, наверное, поймала. Теперь ерунду всякую говорит. Книга нас еще никогда не подводила. А скоро уже будет пирог. Скоро, скоро. Друзья, пользоваться печью, где видны трещины и непрочищен дымоход, опасно. Можно отравиться угарным газом. Ха! Я отравиться! Не смешите мои когти! Я трещины замазал, теперь не опасно. Я хочу пирог! Хочу пирог! Ща-ща, будет пирог! Я дико извиняюсь, но у вас прямо над петью висит белье. Ну, сушится и сушится. Пусть себе висит спокойно. Оно ж тебя не трогает. Рекомендую его оттуда убрать. Может произойти позар. Не будет никакого пожара. Я так сто пятьсот тысяч раз делал. Там у вас это. Огонь! Да, конечно! Я все знаю. Спечи огонь, все правильно. Пожар! Пожар! Бежим! Вы куда? Поперог! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну вот, полюбуйтесь, что я и говорил. Правила безопасности нужно соблюдать. Ну, как я понимаю, пирог мы сегодня уже не покушаем. Ребята, заяц так и не попробовал пирога. Ну, может быть, это и к лучшему. Все остались живы, а волк получил по заслугам. А вот мой первый вопрос. Ребята, чем опасны трещины в печи? Можно отравиться угарным газом. Угарным газом и дымом. Может произойти пожар. Молодцы, ребята! Вы дали правильный полный ответ, за который получаете три балла. Я вас поздравляю. Ура! А теперь наступило время второго испытания. Из трех вариантов ответа на мой вопрос вам нужно будет выбрать верный. И сделать это за максимально короткое время. А вот и вопрос. Вы помните, что в мультике был еще и волк, который допустил три ошибки при пользовании печи. А сколько раз бобр и заяц спасли его от пожара? Вот варианты ответов. Один раз, два раза или три раза? Два раза. Два раза спасли бобер и заяц, волка от пожара. Итак, в первый раз бобр и заяц действительно спасли волка от пожара. И он прибил защитную металлическую площадку перед печкой, которая называется притопочный лист, чтобы на нее не падали угли, а при выпадении не привели к пожару. Второй раз угрозы пожара не было, но была угроза отравления угарным газом. А в третий раз пожар случился на самом деле. Значит, правильный ответ. Бобр и заяц спасли волка от пожара только один раз. Ребята, вы ответили неправильно. Правильный ответ номер один – это один раз. Поэтому два балла вы не зарабатываете. Но вы не расстраивайтесь, впереди вас ждут еще испытания, за которые вы сможете заработать множество баллов. Ну и напоследок загадка. И здесь нужно быть особенно внимательными, потому что за правильный ответ можно получить три балла. А если ошибетесь, то один балл я у вас заберу. Отец горяч и красен. Бывает он опасен, а сын взовьется птицей. К отцу не возвратиться. Ребята, кто такой отец и кто такой сын? Отец – это огонь, а сын – это дым. Молодцы, ребята, правильно. Это правильный ответ. Вы зарабатываете за него три балла. Я вас поздравляю. Итак, ребята, подводим итоги. За первое испытание вы заработали три балла. Один балл вы заработали бонусный. Во втором испытании вы не заработали ни одного балла. В связи с тем, что дали неправильный ответ. Ну и в третьем испытании вы заработали три балла. Сколько баллов у нас всего получается? Считаем. Семь. Правильно. И Спасайка сейчас внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю нам опять предстоит встреча с первой командой участников. Они начнут второй этап испытаний. Так что скоро увидимся. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!